В этом видео я веду себя как полное быдло, очень много матерюсь, поэтому если вы не готовы смотреть такое видео, предупреждаю, лучше выключите. Айо, здарова с тобой Врумыч, сегодня необычный ролик, смотрим ролик с канала ВКУРСИ, который рассказывает о сюжете ПВ. Если вы не читали никогда квесты, не знаете, что там вообще происходит, рекомендую просмотру. Сегодня мы начнем с ролика История Амфибии. Я тут немножечко посмотрел, немножечко посмотрел вступление, поэтому сейчас без долгих мы, там, рассуждений и так далее, переходим к ролику. Разворачиваем на фулл, и у нас здесь... Поехали. Это... Сразу говорю, это ролик по ПВ. Вон, вон, справа в углу, видите, это ПВшечка. ПВшечка, ёптать. Вот это вот, я понимаю, уровень роликов по ПВ. Ещё вот это вот, музыка из Наруто, когда сидишь такой, типа. Тун, 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 тун. Это, по-моему, как же этот, который с тенями, короче, в Наруто был. По-моему, вот, когда он сидел, думал, или кто-то думал, я не помню, короче, фанаты Наруто, отпишитесь, откуда это. Бля, звуки, звуки, клавиатуры чисто тоже, атмосферка. Лол, что это за мусор? Что это за мусор там лежит? Что это такое? Что это за пакеты такие? Кто там лежит в пакетах, а? Что там в пакетах, блядь? Что в пакетах? Сигареты. Курить запрещено, курить запрещено. 60 минут гиперов даже не скатал. Что это, кстати? Это что, новогоднее настроение? Это новогоднее настроение, что ли, здесь уже? Все, с Новым Годом, кстати, с Новым Годом. О, дощечка, кстати, топовая. На ней, наверное, можно записывать, что ты хочешь сделать. Я когда-то у меня была такая дощечка, короче. Блин, вообще тема. Рекомендую просто, если у вас много задач, и вам нужно что-то, вам просто записывайте и еще ставите ее возле кровати где-нибудь, чтобы ее постоянно было видно. Штука во. Айрпоцый, айрпоцый, спалился. Мажор. Сигареты, курение в комнате, да. Ну, конечно, да. Курить прямо в квартире, это, конечно, такое, да. Бля, наступление классное, мне понравилось. Мне вступление офигенное, прям. Четонько. Только к чему это? Сейчас узнаем. Должен случиться пожар, короче, из-за непотушенной сигареты. Не, ну классно, снято, особенно вот эта концовочка сейчас. А ты пишешь вообще-то мне? Эй, я уздорова с тобой в курсе. Кто понял, тот понял. Ебать! Что-то, блядь, кхата знакомая, да, немножечко. Кстати, еще я вам кое-что сейчас продемонстрирую. Да. Да-да! Ничего не напоминает? Я, наверное, тоже в очках, короче, теперь буду смотреть. Все, давайте, я тоже в очках. Такое неожиданное начало ролика. Я вдруг решил спалить свое лицо. Я вам больше скажу. Ну да, отсвечивает, да. У него было в комментариях написано, что отсвечивает. У него... Вступление, почти половина ролика, наверное, будет в таком разговорном стиле. Итак, почему же я решил поменять формат вступления, так сказать. Курю сигарету, потому что... Куришь сигарету, да? Мне кажется, будто я круто выгляжу. Все, кстати, курящие люди когда-то начинали курить с этого, потому что думали, что они будут казаться круче, взрослее. Только попробуй сказать, это не так. Я заебался отвлекаться и ерзать на стуле, вы заметили? Многие из вас знают, что недавно стартовал новый камбэк. И мы с Романом и его знакомыми решили... Какой-то Роман у него есть. Ничего себе. Позадротить жестко пару недель. С утра встал, за компик, поздно вечером выходишь и так каждый день. Все бы ничего, но изо дня в день такого задротства приводит к раздражительности, стагнации, я бы даже сказал, в каких-то моментах. Жалею ли я о потерянном времени? Не совсем. Я нашел новых друзей, интересных знакомых. Мне было весело. Реально, кстати, с Новым Годом! С Новым Годом! С новым счастьем! Нифига сделали, Новый Год! Было много всякого разного фана, там, клан на клан, когда пиздиловка вот эта вот начинается. Я извиняюсь за матюки, кстати, ну, я предупреждал. Почему я сказал не совсем? Потому что такая, если можно так выразиться, подписка о невыезде из дома влияет на твою творческую составляющую. Она деградирует. Многие из вас, наверное, заметили, что мой контент не состоит из дневников о том, как я прокачал персонажа. Делать интересный, иногда даже смешной, видос из сухих квестов, это вам не сундуки открывать и не розыгрыши делать. Ты что-то, блядь, против сундуков имеешь? Я не понял, это чей камень огород, блядь? А крафт бишь тебе норм? Ну-ка, в следующем ролике, блядь, ответь мне на. Шо за предъявы такие пошли, блядь? Открывать сундуки, нахуй. А крафт бижутерии. Это контент? Ладно, рофли, я блядь, рофли. Пивасик. Какое-то светлое. Дерьмо, кстати. Что я хочу сказать в итоге? Во-первых, хочу сигарету закурить, да? Я много в день курю очень. Где-то сигарет три. Дцать. Не забывайте выходить из дома, гулять по вечерам. Позвоните другу, спросите, как у него дела. Позвоните маме, спросите, как у него дела. Позвоните маме друга, спросите, как у него дела. Ну и еще я тут немножко контентика по Сину записал из локации Амфибий. До девятого уровня его тут качнул. Да повернись ты, посмотри. Ладно, сейчас сам покажу, чем. Сначала я подумал, что заспаунился в Питере, потому что идет дождь. На деле же мы появляемся в деревне Оралия. Наставница новичков ловко жонглирует диалоговым окном и предлагает поговорить с ней об этом мире. Конечно же, только вылупившись на свет, мой персонаж уже хочет стать героем. Однако это не так просто. Обращаюсь к мужской половине зрителей. Наверняка у вас было такое. Вы идете по улице, мимо проходит симпатичная девушка. И вы такой. Ммм, ничего такая. А что если она с сюрпризом, так сказать? Впервые увидев наставницу, я обратил внимание на ее хорошую... Ну, кстати, симпатичная наставница, так-то подумать, если никогда не обращал внимания на то, как она выглядит. И, кстати, вот квесты Синов суперинтересные, потому что я их все скипнул, скорее всего, и все их скипают, возможно. Вот я не помню, я вот когда на камбэке стартовал за Сина, я его качал, пусть с квестом или как? Вот не помню. ...внешние показатели. Но чуть позже я понял, что это ловушка. Расстроенный пошел вырезать слабых от... Надо было добавить. ...или зеленых крабов. Неважно. Похер. Как и локализаторам. Далее задания будут посложнее. Поэтому наставник отправляет меня за экипировкой к старешине в город-цунами. Столицу амфибий. Он точно что-нибудь придумает. В поисках телепорта я, конечно, сначала потупил, побегал туда-сюда. А потом понял, что справа от нее, это справа от нее, а не от меня. Вот бы вернуться лет на десять назад, когда я качал Сина. Дать себе подзатыльник и сказать, чтобы я читал квесты. Бля. Нью-мисс фолловер вруч. Бля, это из кс-ки, кстати, мем, где чувак в кс 1.6 урбает, ему батек подходит. Туф, его обстол. А не прокликивал. Да, я оплыл и обегал полуострова. А сейчас минута... Жиза, жиза, жиза. Я когда первый раз играл за амфибий, я тоже, бля, я плыл там где-то. Плыл. А тут, оказывается, ТП был. Для тех, кто играет без звуков. Но, но, на камбэке дают руну переноса, поэтому и Атлас Мира тебе сразу все открывают, и ты с руной переноса можешь тапнуться, поэтому тебе не обязательно это знать. Реферальная ссылочка в описании, кстати, для регистрации на камбэке. Либо давно удалил игру. Бля, звуки из ПВ. Бля, звуки из ПВ. Охуенно. Ну все, поностальгировали и хватит. Старейшина без имени собственного хочет отправить меня на остров разбитой мечты. Там всякие испытания сложные будут. Я же героем как-никак стать хочу. Конечно, перед этим надо шмоточки получить халявные, которые припасли для меня горожане по просьбе старейшины. В общем-то, все приветливо встречают меня, желают успехов на испытаниях острова, дарят подарки, кроме торговца. Дела с барыжничеством у него идут из рук вон. Само собой, он все равно делает подгон, иначе старейшины налоги повысят. Даже если ему предложить денег, он все равно наручь отдаст бесплатно. Докладываем старейшине, он исполняет колдун. Ля, я не могу, мне нечего тут комментировать, это просто, я не знаю. Еще музычка атмосферная охуенная. И когда он разговаривал, тоже классная музыка была во вступлении фоном. Прям фул атмосфера, я не знаю, даже перебивать не хочу, честно. Свои телепортируют нас обратно в деревню Оралия. Дождь внутри здания. Вестник из деревни Оралия говорит, что я принадлежу какому-то клану Вечного Прилива. Наконец-то хоть какая-то информация. О, клан Вечного Прилива. Клан. Ладно. Если вы смотрели мой самый первый ролик, вы знаете, что там с самого начала разрабы вывалили вагон инфы. Ну, это я так, для сравнения. А вот и мое первое испытание. Какие-то демоны отравляют остров, и на его берегах появляются агрессивные крабы. Надо срочно убить 10 штук. Не 9, не 11, а именно 10, да. Даже если там останется лишний, то пусть живет. Ля, где это он откопал вот это вот? Где это? Как это найти? Хватывает мир, ничего страшного. Помимо этого, наставница просит перебить креветок у ручья вблизи деревни. Просто потому, что они воняют говной, прости господи. И вестник еще попросил у червячков вот этих отравителей отобрать. Да, вот такая зачистка местности. Син, это, как это? Секретная стратегия син через булаву, чекайте. Получается. Ну, а что поделать, злобный? Блин, как он с булавой бегает, прикольно. Демоны отравляют воду острова разбитой мечты. Награда, знак отличия. С деревней Оралией покончено. Дуем с этим знаком в соседнее село и показываем его местному вестнику. Первое впечатление моего персонажа. Это местные грибы. Да, грибы здесь действительно огромные, как мой ху... Знак, обозначающий мою крутость, который я притащил, нужен для обряда. Какого обряда, спросите? Для обряда прорицания, чтобы будущее увидеть. Это же логично, но серьезно. Будущее выглядит мрачно. Блядь. Блядь, квесты, такая хуйня просто полная. Просто полнейшая. Просто... Блядь. Просто зайдите на этот канал, посмотрите все ролики полностью, поставьте лайк везде. Просто из этого сделать такой контент, ну это, блядь, это пиздец. Из ничего просто, по факту. Пока не совсем понятно, что там будет, но что-то будет. Надо еще раз провести обряд. Черепашьи панцири помогут в гадании. И вот что нагадал вестник. Морские демоны, о которых мы уже слышали вначале, разбили лагерь в рыбьей отмели. У одного из вот этих мурлоков есть донесение к кому-то из генералов. Ууу, бля. Из письма мы узнаем, что вот эти лошки собираются напасть на город цунами. То есть, представляете, да, вот эти глист... Девятого уровня, или какого там, одиннадцатого. И город цунами. Еще раз, вот и вот. Конечно, не стоит недооценивать противников. Старейшине мы доложим. Если вы досмотрели ролик до этого момента, я вас поздравляю. Вы дождались интересной инфы про амфибий. Когда-то клан Вечного Прилива и морские демоны были одним единым народом. Увы, наши пути разошлись, потому что... Потому что, потому что нам знать это не положим. Что здесь такое? Дырка в сюжете. Их набеги на... Блин, кстати, мне вот это вот клан Вечного Прилива, вот это вот все, я как-то пытался делать сюжет Гошиков. Если еще ролик тоже оставлю в описании, вдруг будет интересно как-то посмотреть. Но там одна часть, поэтому... Наверное, я думаю, канал в курсе. Рано или поздно продолжит мою... Или начнет заново вообще, в принципе, историю Гошиков. Потому что это вообще такой просто трэш. Я это делал, я понимаю, о чем я говорю. Слушай, становятся все более дерзкими. Но пока их сил недостаточно, чтобы переехать нас, ёпта. С этой информацией он снова колдует колдунство и телепортирует нас к Вестнику. Докладываем. Еще в детстве родители заставляли меня читать книжки. И я, как и, наверное, многие из вас, не горели желанием их читать. Вот я уже взрослый, и тут в игре какой-то Вестник заставляет меня читать книжки. Я, конечно, сначала сказал, что нахуй нам меня надо. А потом понял, что мне опыта не дадут, блин. Ну, пришлось ему развиваться, чё. Дядя уже давненько живет на этом острове. И написал книгу о нем. Ему интересно наше мнение. Присаживайтесь поудобнее, сейчас буду пересказывать. Согласно древнему преданию... Ля, вставочка из Гарри Поттера, конечно. Однажды бог океана расколол панцирь священной черепахи на пять кусков. Три из которых вы видите на экране. И еще две сгинули в морской пучине. Люди с материка не могли попасть сюда раньше, потому что острые скалы, которые окружают архипелаг, не позволяют кораблям приближаться к нему и сильно затрудняют навигацию. Издавна остров разбитых облаков и остров Вечного Прилива давали пристанище одному из кланов морского народа, который отдавал предпочтение ловле рыбы. Со временем их род начали называть кланом Вечного Прилива, к которому относятся Сины и Шамы, напоминаю. Клан Вечного Прилива и клан Якшас враждут уже пару сотен лет. Множество воинов-воинов уже погибло, и судя по всему, эта война не закончится, пока мы не истребим друг друга. Мало того, что мы воюем с Якшас, так еще и демоны морские какие-то на нас нападать начали. Ну, последние мы уже знаем. Вот так бывает в жизни. Начинается только самое интересное, и вдруг внезапно серия уже заканчивается. Не, это правда конец книги и конец видоса. Все, я пошел, мне надо развеяться. Люблю, целую, до свидания. Просто, ну и в конце, я не знаю, просто охуен. Охуен, а только надо лайк поставить и написать что-то, квартира знакомая какая-то. Лично я жду тебя и сражусь на равных гильдис. И тут на земле, иду 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 на земле. Все. Спасибо большое за просмотр, с тобой был руч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok